Всем большой привет ребята! Сегодня я начала влог немножко поздновато, я была немного занята. И сегодня будет влог, я думаю, что больше для девочек, чем для мальчиков, потому что я сейчас буду готовить ужин. И хочу приготовить, достала тут, сделаю салат, и я решила на этой неделе сделать разгрузочные такие дни. И стараться кушать немножко, ну как говорится, правильно и не очень так калорийно, но постараюсь. В общем, это моя старшая дочка. Так, итак, я буду готовить салат из тунца, и будем с вами болтать. Так, я помыла немножко, здесь такой небольшой кусочек хасы. Я просто вот так крупненько порежу. Я обожаю этот салат, я когда сажусь там на какой-нибудь разгрузочный режим, то я стараюсь как бы частенько делать этот салат. Очень люблю его, он питательный такой и очень вкусный. Тут есть все ингредиенты, которые я люблю. Так, мы складываем месечку. Ну как я уже сказала, я уже три года вегетарианка. Я употребляю яйца, ем молочно. Я не веган. Веган это две разные вещи. Это веганы, которые не кушают вообще никакие продукты животного происхождения. Даже молочное, даже какие-то там содержащие. Все, что касается, все продукты, которые добываются, как сказать, от животных. Я пока употребляю рыбу, морепродукты люблю и яйца. И да, я не пью молоко. От молока я уже тоже отказалась три года назад. Но как бы это не категорично. Я могу, если у меня вообще нету моего, допустим, бывает, что у меня нету молока своего в холодильнике. Но есть обычное молоко, я немного его употребляю. Но как бы очень немножко только в кофе. Я его не применяю ни в чем. И для меня уже такой вкус обычного молока уже какой-то невкусный. Я уже как бы не доставляю. Она мне не доставляет удовольствия даже. Вот. Поэтому я стараюсь кушать растительную еду. И готовлю себе какие-нибудь вкусняшки. Тоже себя бабу. И стараюсь следить за тем, чтобы в тех продуктах, которые я ем, были какие-то витамины. Потому что мне нужен зелок. И это очень важно для организма. Я проверяла все витамины. Витамины у меня в порядке. У меня никаких проблем с этим нет. И вроде выгляжу тоже нормально. Не болезненно, не как-то там. Вот. Итак, теперь в этот салат у нас пойдет... Вот я нарезала лучок красный. Лучше, конечно, красный лучок. Потому что он такой немножко сладенький. Он вкусный. Он дает такую изюминку в этом. И теперь я почищу яйца. Сейчас мы почистим яйца. И вся фишка в том, что яйца нужно порезать крупно. На крупные долечки. И этот салат, он практически ничем не заправляется. Он заправляется только лимоном, солью и черным перцем. И он действительно очень вкусный. Я советую, девчонки, попробуйте. Это очень вкусно. У кого есть идеи? Кто такой же, как и я? Кто вегетарианец? Пишите мне в комментариях. Мы будем обсуждать с вами, может, какие-то рецепты. Может, какие-то идеи. И было бы очень хорошо. Так, секундочку. Сейчас я возьму. Ну, наверняка это есть в каждом доме. Вот такая вот яйцерезка. Я разрезаю вот такую вот. Выбрала вот такую вот штучку, ячейку. И просто беру и режу. И вот так кладу в салатик. Вот так вот. Можно, в принципе, еще одно яйцо. Мы... Как бы яйцо оно не испортит. Так, сейчас. Так, что вы делаете? Здрасте. Поздоровайтесь с нашими... Поздоровайся, пожалуйста, с нашими ребятами. Это моя маленькая доча. Так. Вот. Это потому что это салат. Маленькая. А теперь... А теперь мы будем ложить сюда тунец. Мы положим сюда тунец. Ну, у нас в Израиле говорят туна. Вот так вот я ложу тунец. И еще такой здесь очень классный ингредиент. Это... Это ананас. Вот такой вот ананас. А я люблю вот такой салат. Ой, салат обалденный. Правда, Леночка? Да. Обалденный салат. Наш любимый салат. Мы его обожаем. Мама, без... Вот такой вот ананас. Бли и сахар. Вот такой ананас. Можете покупать... Я как бы целый. Я покупаю все время... Режу. Я не люблю запариваться. Не люблю заморачиваться при готовке. Поэтому я все... Все, что легко, я все, как говорится, упрощаю себе. Так. Он немножко большой. Я в магазине искала. Есть другой, поменьше. Продается банка. Но, к сожалению, его не было. Он такой меленький прям. Ну, я вот так вот кладу в салатик. Вот так. Чем хорош этот салат, он... Можно его готовить, когда приходят гости. Его... Ну, все, кто его пробует, он все просто в восторге. Так. Я еще добавлю немного. Много не добавляйте, потому что оно... Все равно ананас он такой сладенький. Он может немножко перебить этот вкус тунца. И немножечко будет испорчен. Итак. Теперь мы берем... Мы берем соль. Мы берем соль. И... Сейчас, минутку. Так, вот. Мой салатик теперь выглядит вот так. Я его посолила. И выдавила сок лимона. Я просто беру в ладошку и немножко его... Нет. Я в ладошку не буду брать, потому что, ну... Я там поранилась, мне пощипать. А, вот, у меня есть такая штука. Просто тут я его процежу, тут семечки. И вот так вот мы заправляем только лимоном. Больше ничего. Не нужно ни масла, ни какой-то там соус, ничего. Просто заправляешь лимоном. Конечно, если вы не следите за фигурой и вы хотите немножко его посытнее сделать, то можно на вкус, конечно же, положить любой соус. Теперь... Ну что, ребята. Салат получился просто офигенный. Мы уже покушали, да? Моя дочка маленькая еще доедает. И сейчас я хочу с вами приготовить еще один рецептик. Это будет сладкое. Это будут сладкие булочки. Рецепт я взяла из Инстаграм. Я выставляла, может быть, по-моему, в Фейсбуке. Я недавно их пекла. Но я еще приготовила на ужин вот такой вот супчик. У нас есть мультиварка. Это моя помощница. Просто я без нее никуда. Вот вчера я замочила фасоль и сделала сегодня фасолевый супчик. Он очень сытный. Моя старшая дочка уже поела, сказала, мама, очень вкусно. И чем хорошо мультиварку, что я могу ее поставить. Поставить тут есть режим. И вот, допустим, я показываю тему, кто интересуется, может, кто-то хочет купить. И вот есть режим на суп, молочная каша, тушение. В общем, ставится режим, нажимается старт. И все. И она может сама подбирать температуру, сама подбирает режим. И она готовится. Очень классная вещь. Я ее уже где-то, наверное, года два назад немного больше купила. Обалденная штука. Вот я ее загрузила. Пожарила лук. Все покидала. И включила на режим. И она работала. Я ушла, пока забирала детей. У меня уже суп готов. Ребята, я не знаю, почему я записываю. У меня обрывается видео. Вот. Были вчера в Израиле очень серьезные наводнения. Вчера, к сожалению, весь Израиль, ну, не весь Израиль, ну, как бы юг страны, там очень много людей пострадало. Очень большой ущерб машинам принесло вот эта погода. Страшно, конечно, что такие вещи происходят в мире. Так, вот теперь я сейчас уже доделываю последнюю булочку. И мы отправим это все в духовку. А дома, когда они пекутся, запах стоит невероятный. Просто невероятный. Так что, ребята, пробуйте, делайте, девочки. Пишите мне в комментариях, как вам, понравилось или не понравилось. Кто захочет, чтобы я показывала еще какие-то рецепты, обязательно мне тоже пишите. Я есть в соцсетях, только, как бы, более активно, только в фейсбуке. В инстаграме я еще тоже, как бы, не сильно там провожу много времени. Так. Ну все, сейчас я вам покажу. Вот такие вот у нас получились. Тут у нас будут рогалики. А здесь булочки. И отправляем их в духовку. Вот. Наши булочки испеклись. Ой, какой пар. Сейчас, минутку. Посмотрите, какая красота. Вот они. Там вот сзади рогалики, а вот это булочки. Сейчас я их вытащу и вам покажу. Вот такие булочки получились. Немного, конечно, вытекло повидло, но это не страшно, потому что внутри они все обволакиваются повидлом. И когда их просто кушаешь, оно все. А тесто очень, очень такое мягкое-мягкое. Вон, прям горячее немножко. Очень мягкое тесто. Такое творожное, нежное. Так что сейчас мы будем пить чай с булочками, они остынут. Всем приятного аппетита!